Я считаю, что это самая красивая из гортензии, которую мы видели, потому что необыкновенно люблю голубой цвет, и он редкий среди гортензии. Не удается все-таки выращивать, все равно розовеет. Людмила Ивановна, скажите секрет, как вырастить такую чудесную голубую гортензию? Тут, в общем-то, один момент обязательный. Весной нужно подкармливать удобрениями, которые в основном продаются в таких супермаркетах, как АБИ, в таких магазинах. И называется это удобрение специальное удобрение для голубых гортензий. Прям так и написано на упаковочке. Для голубых гортензий. То есть подкармливать нужно обязательно раза два-три за весну, и каждый год, чтобы именно эта окраска, она так и держалась. Ну, вот я хочу сказать, что при удобрении, при подкормке этой гортензии, все равно удобрение неравномерно, наверное, распределяется. И вот тоже тут есть, можно видеть где-то... Да, недокормленные, скажем так. Да, и можно видеть розоватые. И розовые, и сиреневые, и голубые. Ну, если постараться, то вот эти вот голубые соцветия можно сделать, посмотрите, какими именно голубыми, бесподобными просто. И вот в остальном-то уход за ней тот же самый. То есть укрывать, поливать и вот подкармливать вот этими удобрениями и подкислять почву. Подкислять почву обязательно нужен торт, обязательно нужно удобрение специально для гортензии, или можно для хвойных, там тоже кислый состав. И вот обязательно вот таким удобрением для голубой гортензии. Ну вот, дорогие садоводы, прислушивайтесь, пожалуйста, к совету Людмилы Ивановны, потому что вы видите, что она достигла очень хороших результатов, и черенки у нее укореняются, и размножает она их не только для себя, но и там для друзей, знакомых, для продажи и так далее. То есть вот и такой голубой цвет у нее удалось получить изумительный, и сохраняются у нее и прошлогодние побеги, и текущие побеги. То есть вот имейте в виду, что нужно знать при выращивании гортензии, и выращивайте такие чудесные, красивые цветы. И еще добавлю, что голубой цвет получается именно из розовых соцветий. То есть ни красные, ни белые, ни ярко-розовые не перейдет в голубой цвет. Именно вот такой вот, как бесконечное лето. Бледно, как бесконечное лето. Ну, конечно, есть еще вот у бесконечного лета в названии, в самом, что закреплено голубыми цветами тоже. То есть они изначально уже накормленные, поступают в продажу, накормленные вот этими удобрениями. И вот именно эту голубую окраску нужно поддерживать тем, что нужно кормить этим удобрением. То есть вы сказали раза три за весну, да? Да. Иначе может перейти опять в розовый цвет. Это вот голубая гортензия, она может быть розовой. Ну, вот так, дорогие сюда, вот такие вот уникальные цветы, которые требуют к себе особого отношения. Продолжение следует...